Когда гусеница внедряется в лист и начинает прогрызать там ходы, вначале это одиночные, желтоватые могут быть пятна, затем ходов становится больше, они сливаются вот в одно такое рыжее, коричневатое пятно. У бронзовели листья каштана далеко не из-за наступившей осени. Всему виной маленькие вредители, минирующая моль или архитский минер. В этом году жара поспособствовала активному развитию этих существ, которые поразили практически все каштаны на улицах Самары. Гусеницы этой моли уникальным способом наносят вред листьям. Прогрызают в них пути, которые и называются минами. Личинки пробираются ближе к прожилкам листьев и питаются растительным соком. Отсюда такой бронзовый окрас, сухость и слабость кроны дерева. Листья начинают опадать уже, ну в этом году буквально, да, с июня месяца уже начался этот листопад. То дерево к середине лета остается без листьев, что очень ослабляет дерево. Ослабленное дерево подвержено заболеваниям самым различным. И также ослабленное дерево может, например, не пережить до нашей морозной зимы. Для Самары явление достаточно редкое. Минирующая моль пришла к нам в регион относительно недавно. Каждая женская особь каштановой моли откладывает за свою жизнь от 20 до 80 яиц. Из них появляются личинки, они после набора сил закрываются в кокон. Листья опадают, выводок моли спокойно переживает зиму под слоем снега, и цикл повторяется. Начинается он с влупления новых бабочек. Пока что самым действенным методом борьбы с минирующей молью остается сбор упавшей листвы и в дальнейшем ее утилизация. По словам специалистов, только в одном килограмме пораженной листвы может содержаться до 4000 личинок минирующей моли. Со сбором листвы каштанов в Самарском ботаническом саду помогают волонтеры. На улицах города работают специалисты профильных предприятий. На дачных участках для защиты от минирующей моли можно использовать различные инсектициды. И лучше неоднократно, каждые 2-3 недели сезона. Реже практикует и другой способ защиты. В местах большого скопления паразитов выпускает насекомое – наездника трихограмму. Она способна отложить яйца в тела личинок моли, после чего те погибают. Но несмотря на урон, который наносит каштанам минирующая моль, для остальных растений, находящихся рядом с деревом, это насекомое угрозы не несет. Михаил Ермольенко, Петр Поломеев. События.